Привет! В этом видео рассмотрим не просто смартфон, а наиболее бюджетную модель 2023 года от Honor X7A и выясним, что в нем интересного. Что по автономности и производительности, насколько хороша камера и экран, что по комплекту и софту. Будем выяснять. Коробка. Вполне обычная. В ней базовый минимум. Кабель USB-A на USB Type-C для зарядки, сетевой адаптер с технологией быстрой зарядки Honor Super Charge на 22,5 Вт, скрепка для извлечения лотка и сам смартфон. Модель X7A доступна в трех цветах. Полночный черный, синий океан и мерцающий серебристый. Тут придется выбирать. Цветастые варианты более сдержанные и скромные. Матово-перламутровые. Отпечатки пальцев на них не видны. Классический черный, наоборот, глянцевый до зеркального блеска. Модель не получила резких рубленных граней. В руке лежит уверенно. На правой стороне качелька громкости и чуть утопленная в корпус кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. На нижней – решетка динамика, разъем USB Type-C, разговорный микрофон и миниджек для подключения гарнитуры. На верхней грани – вспомогательный микрофон и универсальный лоток. Можно поставить либо сим-карту и карту памяти microSD, либо две сим-карты. Разъем для наушников и слот под карту памяти – обязательный набор для моделей начального уровня. Ну а насколько современен этот смартфон? Honor X7A работает на базе Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Довольно свежий и актуальный софт. По защите все хорошо. Сканер отпечатков, встроенный в кнопку блокировки, плюс распознавание лица. Оперативки 4 ГБ с фирменной технологией расширения Honor RAM Turbo. Общей памяти 128 ГБ. Так что ставить microSD-карту не прям уж обязательно. За производительность отвечает чип Mediatek Helio G37, восьмиядерный энергоэффективный модуль. Возможно, процессор 2020 года выглядит здесь несовременно, но по энергоэффективности он один из лучших даже сегодня. Экран в Honor X7A Full View с довольно тонкими рамками и диагональю 6,74 дюйма. Разрешение 1600 на 720 точек, а для плавной отрисовки картинки, частота обновления до 90 Гц. Редкость в этом классе. Яркости вполне достаточно. Несмотря на бюджетный сегмент самого смартфона, экран довольно неплохой. Интересно и то, что в пару к энергоэффективному G37 поставили аккумулятор на 5330 мАч. Конечно же, надо проверить, насколько его хватит. По традиции, начинаем с режима использования, так сказать, на все деньги. Яркость на максимум, автоподстройку отключаем, выставляем максимальную частоту обновления экрана. А в настройках аккумулятора включаем производительный режим. Тест PCMark Battery Life выполнялся почти 9 часов, пока батарея не разрядилась до 20%. Средняя производительность составила 5600 условных попугаев. Неплохо, на рабочий день точно хватит. Ну а что, если экономить? Яркость наполовину с автоподстройкой, обновление экрана ставим на 60 Гц, включаем темное оформление и режим экономии. Все эти меры помогли получить почти 21 час при производительности в 5100. Автономность, конечно, впечатляющая. Но какой ценой? Время бенчмарков. В Antutu графика PowerVR GE8320 набрала 15 тысяч, а общий результат получили в районе 110 тысяч. При тестах графика выглядит как слайд-шоу в пару FPS. Но на самом деле поиграть во что-нибудь очень даже можно. Разумеется, настройки графики будут, скорее всего, низкими. Но скоротать время в нетребовательных аркадах вполне можно. В тесте на троттлинг ожидаемо получили падение в производительности. Чип работает на 63% от возможностей. Что же по качеству фото и видео? Сам блок камер выглядит стильно, но если присмотреться, камеры занимают очень малую часть импровизированных объективов. Это основной модуль на 50 Мп. Вот широкоугольный объектив. А это макрокамера. Сенсор глубины разместился чуть в стороне, рядом с фонариком. Как обычно, мы создадим сложные условия, чтобы испытать камеру во всех режимах. Строим перегруженную деталями сцену, ставим много объектов, слепим камеру лампой, подсвечиваем заднюю часть сверх меры. И вот что получается. В штатном режиме снимок достаточно детальный, не шумный, цвета сочные, камера не ослепла. В широкоугольном режиме получили засвет от задней лампы. По краям детали размываются, так камера борется с шумом. Попробуем двукратное увеличение. И это максимальное приближение, которое выглядит более-менее естественно. Максимальный 10-кратный цифровой зум дал очень шумный снимок за счет резкого контраста лампы с фигуркой. В портретном режиме размытие не сработало. Видимо, ориентируется только на людей. Но размытие можно получить в режиме диафрагмы. Работает довольно точно, с учетом сложности сцены. Камера, несмотря на скромные характеристики, неплохая. Да и вообще, глядя на X7A, сложно сказать, что это бюджетник. Внешний вид вполне современный. Начинка, да, не самая передовая, в топовые игры не поиграешь. А вот автономность впечатляет. И памяти достаточно. Все, что нужно от бюджетного смартфона, X7A выполняет. Пока.